В этот день, 10 декабря, родились русский поэт Николай Некрасов, Николай Семихатов, легендарный инженер баллистических ракет. 10 декабря 1647 года в московском государстве был отменен налог на соль, ранее вызвавший настоящее восстание. 10 декабря 1699 года государь Петр I Алексеевич утвердил Андреевский флаг. Проект флага он также составлял собственноручно. 10 декабря 1921 года в СССР бывшим владельцам вернули небольшие предприятия, ранее национализированные. Начался короткий период НЭПа, новой экономической политики. 10 декабря умер Николай Гарин Михайловский, русский писатель и инженер. Император Николай I был известен суровостью своего характера, а вот офицеры гвардии знали его с другой особенной стороны. Государь любил быть крестным отцом особо отличившихся офицеров. Говорят, после того, как один из них попросил монарха крестить уже пятого сына, император со вздохом отвечал «Готов крестить до 12, а после предоставлю право наследнику престола». В 1849 году государю представляли офицеров, отличившихся в венгерской компании. Один из них, Георгий Михайловский, с отрядом Улан разнес вражеское пехотное каре. Николай I молодца запомнил, перевел в гвардию, а спустя несколько лет стал восприемником его сына Николая, своего тезки. Что интересно, крестной матери младенца стала Феоктиста Михайловна, родная мать будущей революционерки Веры Засулич. Символическое событие. Когда ребенок вырастет, он обретет весьма левые взгляды, при этом он всегда будет допущен выше свет. Он будет представлен и последним русскому императору Николаю II. Настоящий продукт своей эпохи. Он познает и жизнь миллионера, и бедняка. Он будет и физиком, и лириком, крупным писателем и инженером Николай Георгиевич Гарри Михайловский. Молодым человеком он поступил учиться на инженера-путейца. Железные дороги в XIX веке росли бурными темпами. К тому же, начало работы юного железнодорожника совпало со временем русско-турецкой войны в 1878 году. Поэтому он успел получить за примерную работу первый гражданский орден. Но спустя несколько лет Михайловский расстался с этой карьерой. Причем с моральных соображений. Слишком много было вокруг разнузданного казнократства. К слову, эту сторону натуру Николая Георгиевича отмечали все современники. Его личное благосостояние испытывало разные периоды. Он мог сберегать или зарабатывать большие капиталы. Мог показывать удивительную беспечность. Рассказывает, что однажды, взяв кредит, он решил отметить это поездкой в Париж за деликатесами. Но вот чужого он никогда не брал. Следующая глава этой жизни прошла в деревне Подсамаре. Под влиянием идей народничества Михайловский вместе с женой создал образцовые ремни. Где не только сумел хорошо поставить дело, но и начал просвещать местное крестьянство. Да вот только местные мужики с недоверием отнеслись к загадочному барину. И вскоре в имении случилось несколько поджогов. Позже эта история ляжет в основу его дебютного произведения «Несколько лет в деревне». Михайловский вернулся на железной дороге. И как раз вовремя. Россия строила Транссиб. Инженер прославился как один из тех, кто определял, где проляжет грандиозная магистраль. В частности, он немало поспособствовал появлению Новосибирска. Дело в том, что пути должны были пройти через богатый купеческий Томск. Но инженер изучил регион и обнаружил место выше Поаби. Там был участок более удобный для моста через реку. Позже в этой точке вырос Новосибирск. Зато томичи затаили смертельную обиду. Позже Михайловский писал «Я навлек на себя гнев томских газет за то, что провел магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему. Но дело в том, что ветка вышла короче удлинение магистрали, если бы она прошла через Томск». Николай Георгиевич заветовал постройкой нескольких железных дорог. Он прославился как большой энтузиаст узкоколейных дешевых веток. Но широкую славу он заработал с литературным трудом. Его цикл «Детство Темы, студенты и инженеры» под псевдонимом «Гарин» был очень известен в России. Его отмечали многие от Куприна до Максима Горького. Ушел из земной жизни писатель и инженер Гарин Михайловский в 1906 году. Один из современников оставил по нему выразительную эпитафию. Этот человек провел яркую жизнь. Он то бывал миллионером, то сидел без копейки денег в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотни предприятий, богател, разорялся и повсюду оставлял золотые следы своей необузданной кипящей мысли.